Друзья, мы продолжаем цикл роликов о том, куда можно сходить в выходные в Москве с детьми или просто прогуляться самим. Прежде всего, поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь этим видео в соцсетях и не забудьте подписаться на наш канал. На этот раз мы предлагаем вам для прогулки с детьми Дендрарий в национальном парке Лосиный остров. Находится Дендрарий в 5 километрах от МКАД, на развилке Щелковского и Балашихинского шоссе, прямо напротив поста ГИБДД. Добраться сюда можно как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле. У Дендрария есть собственная парковка. Цена за автомобиль 250 рублей. Но мы не стали заезжать на парковку, а припарковались бесплатно, не доезжая до входа в Дендрарий. Вход в Дендрарий платный. Для детей вход будет стоить от 400 до 500 рублей, для взрослых от 500 до 600. Это если вы пойдете осматривать парк без экскурсовода. С экскурсоводом выйдет на 100 рублей дороже. Есть ли за что платить такие деньги? Сейчас расскажем. Дендрарий состоит из нескольких экспозиционных участков, которые расположены среди естественного леса и соединены между собой аллеями из местных хвойных пород. Здесь воссозданы леса и растения Дальнего Востока, Сибири, Восточной Европы и Кавказа. Коллекция Дендрария насчитывает 800 видов растений, около 80 видов деревьев и 76 видов кустарников. Правда понять, какие именно растения здесь находятся, не очень просто. Подписаны не все из них. Территория Дендрария не очень большая. Мы, не торопясь, прогулочным шагом гуляли часа два. Есть у Дендрария изюминка, которая манит посетителей. Босоногая тропа, растянувшаяся на 3 километра 600 метров и имеющая 43 различных покрытия, например, песок, гранит, щепки, бревнышки и даже грязь. При входе посетителям предлагается снять обувь, сдать ее в камеру хранения и пройтись по босоногой тропе. Мы не стали этого делать. Температура воздуха была для этого неподходящая. Все-таки осень. Но летом, возможно, попробовали бы. Хотя некоторые участки, честно говоря, выглядят очень опасными и не каждый сможет пройтись по ним босыми ногами. Также вы сможете заглянуть в гости к Бурсуку, в увеличенную Бурсучью пещеру. Подняться на башню друзей. Хотя мне не совсем понятно, для чего это делать. Внутри башни все закрыто. Правда, вид сверху симпатичный. Да и ходьба по лестнице – очень полезный вид физкультуры. Еще вы сможете ознакомиться вот с этими экспонатами. И даже посетить имитацию бобрового поселения со следами жизнедеятельности. А если вам покажется, что развлечений маловато, то попробуйте прогуляться по лабиринту. Честно сказать, на первый взгляд нам показалось, что преодолеть его дело плевое. Как жестоко мы ошибались. Для малышей, помимо чистого свежего воздуха, есть еще детская площадка. А для любителей пикников – беседки с принадлежностями для жарки шашлыков. Поменьше и побольше. Конечно, не бесплатно. На территории Дендрария расположен и вот этот красивый пруд. Открыт Дендрарий каждый день, кроме понедельника, с 10 утра до 6 вечера. Кассы работают до 17 часов. В целом прогулка нам понравилась. Из минусов – высокая цена билета. Если вам понравился ролик, то поставьте, пожалуйста, лайк. И не забудьте подписаться на наш канал. Вместе мы узнаем еще очень много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok